ну что первый пошел мелко мелко для 50 грамм сейчас будет свальчик на котором обычно клюет не пускать коряги пускать ее не пускать хорошая пускать с первого со второго заброса со второго заброса 52 грамма матома нойс неплохая щука была поймана буквально пять минут назад на виброхвост матома нойс красненький вернее оранж какой-то и обратите внимание комплектации приманки два заводных кольца именно матома единичка если самые большие кольца в линейке их обычно хватает за глаза даже вот не для таких пускай неплохих щучек но и для любой остальной рыбы наших водоемах рыба такая не которая сможет разогнуть эти кольца никогда отпустим щучку продолжим рыбалку и я вам коротко но емко расскажу о заводных кольцах все что знаю все что надо знать вы и как во флешмобах сейчас не холодно она быстро отходит видите помахал хвостом передает привет команде угроспорт рыболовному бренду матома с его офигенными золотными кольцами офигенными я доволен были бы были бы плохие я бы не стал ловить я сам себе не враг с платком нам конечно повезло приманка просто попала ей переднюю губу все завернулось чертовой бабушки пока вытаскивал вот в этой оснастке три кольца ключевая тема именно вот это всем привет ребята москва река да наша подмосковная москва река нижняя как ее называют зимний спиннинг и не спиннинг и заводные кольца которым и в зимнем и в летнем спиннинге уже миллион лет продавались они еще времена моего детства в магазинах рыболов впервые я познакомился с ними на поролоновых рыбках тогда не было таких вот двойников с длинным цевием были только с коротким вставлялась проволочка удлинитель и одно заводное колечко таком виде впервые познакомился заводными кольцами там появились твистера твистера уже оснащались через два за 1 кольца на чебурашку либо можно было выгинать ушко чебурашки и оснащать приманку через одно кольцо но в таком случае как и случае с поролоном было достаточно большое количество перехлёстов на забросе и на проводке поэтому оптимальным всегда и для стабилизации работы приманки в воде и для исключения перехлёстов было использовать на классической поролоновой рыбке с удлинителем одно заводное кольцо на поролоновой рыбке с крючком длинного цеви 2 заводных кольца и на мягких приманках практически всегда до появления разборных чебурашек использовать два заводных кольца то есть все очень просто для того чтобы избегать перехлёстов но когда появились чебурашки с разборным ухом я обратил внимание что несмотря на то что это вроде бы с одной стороны удобно с другой стороны как выяснилось вот такая вот шарнирная максимально подвижная сцепка она мне помогала на проводке лучше отслеживать дно то есть я попеременно ловя разными типами приманок замечал что шарнир мне гораздо четче передает все касания дна и в том числе поклёвки несмотря на то что это вроде бы шарнир не монолитное соединение но физика каким-то образом здесь обошла стороной эту тему и почему это происходит я вам объясню потому что при прочих равных одна приманка одна один весь груза если это допустим приманка на джиголовке у нее сопротивление воде на проводке выше и она соответственно более долгих паузах проводится и моменты касания дна с ней гораздо менее отчетливая при всех остальных прочих равных подчеркиваю вот поэтому поэтому как у нас исторически сложилось ловля береговая это максимально сложное тактильное ощущение потому что и дальние забросы и течение скрадывает нас прижилась вот такой вот истори шарнирное соединение которое здесь большинство рыбаков особенно которые как году скул старая школа они их не применяют на современные методы сборки приманок чебурашками с разборными или там хоть с какими вот заводные кольца на много лет они не изменились сейчас я пользуюсь заводными кольцами матома удобные чем вот самое большое кольцо линейки линейки единичка ведь у нее удобно есть разрыв то есть она может использоваться со всетниками достаточно небольших ушек вот так вот обалденно легко и руками без посторонних приборов собираю и разбираю эти кольца если надо то есть кольцах есть конечно нюансы некоторые кольца чрезвычайно мощные и руками с ними работать невозможно вот эти вот кольца и что ну идеал по мне если бы еще цена была чуть чуть меньше так это было просто праздник какой-то достаточно широкая линейка матома вот я покупаю обычно несколько пачек пересыпаю все это куда-то вот такие коробочки жвачки или год просто в одну пачку 10 пересыпаю вот это самые маленькие кольца которыми я пользуюсь там есть еще поменьше точно также я руками без помощи не смоя на то что они маленькие собираю их руками для маленьких приманок вот таких вот москва реки любит небольшие приманки это на большие тоже любят я обычно попеременно двумя удилищами облавливаю с мощными грузами что-то с легкими вот какая-то китайская копия экшен пластика чок и те самые заводные колечки матома вот все достаточно надежно при таком размере без инструмента видите их разбираю хотя они едва помещаются у меня руках и они мощные ну тут заявленный вес для них это не мега актуальная тема в линейке всегда будет всегда будет выбор можно мощнее менее мощные все равно шнур оборвется раньше чем загнутся вот эти вот самые кольца поэтому если вы ловите с берега для вас важна чувствительность на проводке были обратите внимание толстые шнуры там 30 либо чувствительность очень сильно складывается только шарнир только два кольца и ребята будете рыб с рыбы до рано или поздно с рыбой будете речка у нас хорошая смотрю что выше двадцатимиллионный город здесь кого-то в двадцати рыба то есть как она дернула ребята как она клюнула вы малька сколько на подходе ну чучка гораздо меньше чем предыдущая но пока же мощная поклевка бодрое сопротивление да зимняя москворецкая щука может может порадовать для того чтобы она нас еще порадовала последствии флешмоб кто там флешмобят какими-то десятилетней давности рыбами все сегодня ребята сегодня какой там 20 какой-то декабря 2016 года подытоживая скажу ребята это настоящий хит только матома только заводные кольца это часть нашего джиг спиннинга то что сделано для наших дел да это матома хит матома рулит поживем половим